Долг Самрук Казына превышает 7,5 триллиона тенге. Об этом заявил депутат Мажелиса парламента РК Аманжин Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес премьер-министра РК. В своем выступлении на заседании Мажелиса парламента глава государства дал поручение пересмотреть работу фонда Самрук Казына. В обществе начались жаркие дискуссии о судьбе фонда. Нельзя не отметить их крайнюю полярность и разрозненность. Но особую тревогу вызывает то, что компетентные и профессиональные мнения специалистов смывает волна хайпа и популизма. На фоне общей, мягко сказать, истерии, мы видим, как руководство фонда начинает принимать необдуманные и скоропостижные решения, которые могут иметь серьезные последствия, сказал Аманжин Жамалов на пленарном заседании палаты. В связи с этим депутаты фракции партии Нур-Оттан считают необходимым вернуться к планомерной пошаговой работе в отношении модернизации фонда. Мы помним, что при создании Самрук Казына ставилась цель через профессиональное корпоративное управление национальными компаниями увеличить эффективность их деятельности. Речь шла о прибыльности и распределении роста отчислений в государственный бюджет. Достигнута ли была эта цель? Сегодня мы видим, что суммы дивидендов в государственный бюджет от Самрука все это время были значительно меньше, чем средства, направляемые из бюджета на их инвестиционные проекты. К примеру, за 2019 год Самрук выплатил дивиденды в бюджет на 120 миллиардов тенге. В то время как чистая прибыль составила 1,4 триллиона тенге, проинформировал Аманжин Жамалов. За эти годы, по словам депутата, структура фонда стала громоздкой, подменив собой функции правительства. Фонд проводил самостоятельную политику как по распоряжению большей частью средств, так и по привлечению займов. Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовом состоянии Самрука составит всего 500 тенге на человека в месяц. Поэтому вместо того, чтобы махать шашкой закрывая и модернизируя все без разбора, необходимо проанализировать почему фонд оказался неэффективным, подчеркнул Аманжин Жамалов.